До конца года набережную Сатиса от Маслихинского моста до улицы Захарова должны привести в порядок. По словам главы города Алексея Сафонова, здесь появятся пешеходные и велосипедные дорожки, освещение, видеонаблюдение и лестницы. Территорию благоустраивают в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», на реализацию которого Саров получил из верхних бюджетов более 30 миллионов рублей. Ситуация по данному объекту действительно в течение всего года была непростая. Сегодня, как правильно коллеги отметили, есть риск кассового неисполнения, но по ситуации могу сказать следующее. Подрядчик оказался слабым, не готовым к данному виду работ, не готовым к условиям деятельности в условиях закрытого города и в условиях ковидной обстановки. Идет активное шло и идет активное взаимодействие с этим подрядчиком на предмет заставления его работать должным образом. Выполнено 85% от всего объема заявленных работ с подрядчиком. Согласована дорожная карта с гарантиями завершения благоустройства до конца года. Тем не менее, поставить высокую оценку исполнению этого проекта глава города не смог. Подрядчик сдвинул сроки, есть претензии к качеству работ. Поэтому лишь удовлетворительно. Такую же оценку получило и исполнение нацпроекта «Экология» – федеральный подпроект оздоровления «Волги». В его рамках идет реконструкция здания механического обезвоживания осадков сточных вод и реконструкция и техническое перевооружение канализационных очистных сооружений. Все-таки были сложности с подрядчиком. Есть у него особенности. Не в полной мере он, как говорится, выполняет с той скоростью те работы, как нам этого хотелось. И именно поэтому оценка будет только удовлетворительной. Нацпроекты «Культура» и «Цифровая экономика» и «Информационная инфраструктура» получили оценку, выполненные надлежащим образом. В рамках первого закупили инструменты для детской школы искусств, второго проложили кабельные сети и закупили оборудование в школу номер 14 и Центр образования. Еще три национальных проекта – образование, демография и малое и среднее предпринимательство – реализовывались в Сарове за счет только местного бюджета. Их исполнение мэр оценил как надлежащее. В частности, Алексей Сафонов отметил, что больших результатов удалось достигнуть в федеральном подпроекте «Развитие волонтерства». В рамках ковидной истории была проведена самая, наверное, значимая и заметная акция – «Мы вместе», которая направлена на поддержку пожилых маломобильных граждан. За этот период и после него, то есть до настоящего времени, пол волонтеров увеличился более чем на 100 человек. Эта работа очень активно ведется, и она востребована и жителями города, и есть обратная связь в плане того, что, как говорится, здесь очень хорошие у нас результаты, понятные, есть куда стремиться. Оценить исполнение нацпроектов должны и депутаты. Они выслушали главу города и проголосуют за проекты дистанционно в течение суток. Также дистанционно пройдет голосование и по другим пунктам повестки заседания Думы, в числе которых утверждение бюджета города на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов. У шестого созыва Думы, в котором состояло две трети нынешнего состава депутатов, уже был опыт проведения заседания в дистанционном формате. Поэтому механизм отлажен и трудностей и вопросов у народных избранников не вызвал. Материалы направляются чуть ранее и работа по повестке, она идет через комитеты, она длится не один день, она длится недели. И само уже принятие решений по повестке дня сформированной, оно длится еще несколько дней. Поэтому время для принятия решения в том, чтобы разобраться в материалах, оно есть. Об итогах голосования депутатов мы расскажем в наших ближайших выпусках. Также информацию по принятым Думой решениям вы можете найти на сайте думадефиссаров.рум. Лидия Шилаева, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.